МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, друзья! 16 марта, чуть больше, чем 15.30, в эфире ток-шоу «Городской университет». В прямом эфире, как обычно. Индивидуальный подход или индивидуализация образования? Что возможно в массовой школе? Когда мы задумывали эту передачу, нам было интересно, конечно, нам интересна эта тема, но мы даже не могли предположить, насколько она будет актуальной сегодня. Вот сегодня, когда фактически мы поставлены перед необходимостью уйти на дистанционное образование. Мы обязательно сегодня затронем эту тему, а пока я представляю наших гостей, которые, собственно, нам помогут сегодня во всех этих вопросах разобраться. Татьяна Ковалева, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета. И Екатерина Тимошпольская, учитель русского языка и литературы школы 734 имени Тубельского, детский писатель. Вот такие интересные гости, и мы потихонечку начинаем. Мне кажется, что как люди приличные, мы должны попробовать сначала договориться о терминах. Я признаюсь честно, когда я готовилась к передаче, я первый раз узнала, стыдно, но я признаюсь в этом. Первый раз узнала, что все-таки есть индивидуальный подход в образовании, а есть индивидуализация образования. Вот мои уважаемые гости, расскажите, пожалуйста, об этом. Хорошо, ну я начну, да, тогда? Да, Татьяна. Значит, индивидуальный подход в образовании, индивидуализация – это два разных принципа. И, конечно, очень многие люди путают, потому что у нас корень один – инд, и всем кажется, что это похоже. И вот уже на протяжении 20 лет, с того момента, как началось альтернативное образование, семейное образование, появились частные школы в России, мы для всех старательно это разводили, для родителей, для учителей, для администрации говорили. Индивидуальный подход – это привет нашей классической дидактике, еще Яну Амосу Каменскому, который в середине 17 века уже называл принцип, слов индивидуализации, индивидуальный подход тогда не было, но один из его принципов был учет возрастных и иных особенностей. То есть имелось в виду, что если педагог такой гуманного склада для кого-то, или преподаватель высшей школы… А может быть, не гуманный педагог, страшно подумать. Да, да, да. Вот, да, если он для всех что-то преподает, то он должен понимать, что перед ним разные люди. И мы сейчас четко понимаем, потому что есть холерики, есть сангвиники, миланхолики, флегматики, есть визуалы, аудиалы, то есть разные люди… Физики, лирики, да? Да, физики, лирики, да, и для каждого человека надо искать подход. Вот это индивидуальный подход. Теперь на фоне этого возникает совершенно другой принцип, который нам был неведом, особенно в советское время в основном. Это принцип индивидуализации. Это принцип, который позволяет людям выйти в самообразование. Это когда я понимаю свои приоритеты, я понимаю свои цели, я могу сказать, что для меня важно сейчас, а что не важно, что для меня является вариативным, а что является основным. И вот это индивидуализация. И, конечно, как любые принципы это связано, но это очень разное. И можно сказать так точно, что индивидуальный подход – это когда я взрослый, знаю, что тебе надо, а индивидуализация – это когда я создаю такие условия, чтобы ты мог сам обращаться. И вот тут как раз Кате очень хорошо, потому что одна из первых школ государственных у нас в стране, которая четко сделала ставку на индивидуализацию, а не только на индивидуальный подход. Индивидуальный подход – это обязательно, все должны его использовать в педагогике. А вот еще сделать ставку на индивидуализацию – это как раз была школа Тубельского. Вот прежде чем, Катерине, слово предоставить, я все-таки для себя такие моменты, что я все правильно понимаю. Нам сейчас вот с вами в разговоре очень важно понять, то есть то, что говорит Татьяна Михайловна, меня лично не вызывает никаких вопросов. Я для себя осознаю, что это важно, необходимо, что это такой хороший личностный подход в образовании. Все-таки. Ну, можно назвать личностный подход. Сейчас говорят про персонализацию, но нам важно за этим видеть, что человек сам держит цели свои. Человек держит приоритеты. Вот если мы сейчас сослались на школу, в которой работает Екатерина, то есть это действительно работает, способен ли ученик, ученик, я пока говорю про ученика, то есть это где-то до 17 лет, да, определить для себя цели. Вот есть ли такой пример, я хочу это понять. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы пригласили меня. Вы знаете, в школу Тубельского Александра Наумовича я пришла работать очень-очень давно, еще совсем молоденькой девочкой. Отработала первые три года, у меня была начальная школа тогда, и надолго ушла. И вот лет 6-7 назад вернулась. Вы знаете, когда я туда пришла, и Александр Наумович просто бросил меня на класс, как маленького щеночка, который должен был выплывать, конечно, мне очень многие помогали. И еще тогда моей мыслью была, я не называла это словом индивидуализация, но ведь самоопределение, это ведь та же самая индивидуализация человека. То есть человек к определенному возрасту, а может быть и в достаточно юном возрасте уже знает, чего он хочет, и знает, каким образом ему это достичь. Это безумно сложно, безусловно, но это... Вот прямо правда? Правда, правда, да, но это одна из таких высоких целей, которые в школе Тубильского были всегда, и учителя, может быть, даже не называя все эти понятия, стремились к этому, потому что варились вот в этом самом бульоне, которому Александр Наумович удалось начать варить. И это было безумно интересно, и это очень интересно сейчас. Ну, конечно, нет, ну что вы. Ну вот, я все пытаюсь понять. Конечно, не всем, мне кажется, что всем это даже, в общем-то, и не нужно. Знаете, как учитель говорят, какой хороший учитель, какой замечательный учитель, который может зажечь в одном ребенке искорку, а дальше этот ребенок, как спичечка, начнет поджигать других. Он не подожжет всех, да, мне кажется, это и не нужно. Знаете, как не нужно высшее образование всем в стране. Обязательно же нужны какие-то прикладные специальности, и люди идут учиться и туда тоже. Совершенно не обязательно всем быть гениальным педагогом. Очень много людей нужны крепких преподавателей, которые просто научат тому, что человек должен знать, чтобы достичь чего-то, которые прекрасно знают предмет. Ну а есть и другие люди, которые зажигают, и дети поджигаются друг от друга. Мне кажется, это проблема, вернее, это не проблема, а это цель современной педагогики, к которой очень многие школы стремятся. И вы наблюдали в школе вот такие результаты, что вот ребята, ну вот вы говорите, вы в начальной школе работали, что вот прям такие небольшие ребята очень хорошо знают, что хотят. Ну вот я хочу сказать, знаете, это, конечно, очень такой интересный вопрос, мы же не знаем, как на самом деле, да, и в этом плане, ну вообще педагоги, мы обмениваемся, ну какими-то предельными своими, что ли, верой, такой вот аксиомой, да, предельной идеей, в которой мы верим. Вот для меня, например, все-таки предельная вера заключается в том, что в каждом человеке есть вот эта линия осмысления своей жизни. Ну это просто видно натурально, когда каждый ребенок в три года говорит «я сам». Вот понимаете, это в нем вырастает, он хочет сам одеваться, он хочет сам научиться там шнурки завязывать. И вот это вот любопытство жизни, оно в человеке в каждом есть. Теперь другой момент, педагогик это может либо поддерживать, либо гасить. И поэтому вот когда мы говорим там «а каждый ли ребенок способен вот это самостоятельно что-то делать?» Мне кажется, каждый, потому что даже если у нас есть какие-то дети, которые начинают говорить, что «а вот пусть учитель скажет, что надо, я буду делать все, как мне мама сказала», то это значит, что человек вот это само передает то, что мы говорим сейчас, знаете, такими современными словом на аутсорсинг. Вот понимаешь, для меня взрослый мир решит, что мне надо. Но вот это самостоятельное движение, оно есть, оно заключается в детском непосредственном любопытстве, понимаете? Детям незачем расширять мир, проверять розетка, проверять горячий чайник или нет, но они все это делают. Поэтому им всем хочется, и я исхожу из этого. И теперь другой момент, что вот как раз принцип индивидуализации, действительно, я согласна, это и самоопределение, это и самоорганизация, это вообще смысл, как бы понимание личного смысла. Вот мы этот принцип индивидуализации всегда откладывали, ну как бы на второе, там, школа должна учить, школа должна стандарт выполнять, вы должны сдать экзамены. А вот потом, там, во дворце пионеров, даже там, да, в советское время, хотите будете танцевать, хотите будете петь. Вот мне кажется, что сейчас жизнь, как бы, двигала современную школу к тому, что индивидуализация становилась все более и более важным. И вот то, что, кстати, уже последние годы все начали говорить, что ребенка просто так не заставишь, что родителю уже не напишешь дневник, потому что он скажет, вы занимаетесь в школе. То есть мы к этому шли. Но мне кажется, что вот эта наша ситуация, о которой мы сейчас говорим, коронавирус, то есть можно по-разному его обсуждать, но если не паниковать, а вот так образовательно обсуждать, то создалась уникальная ситуация, когда индивидуализация стала ведущим принципом. Потому что ребенок сейчас, оставаясь дома, он может выключить звук компьютера, он может уйти в другую комнату и не слушать никакой урок, который ему дает учитель, и не делать домашнее задание. Все. Если он смыслово сейчас не будет считать, что это важно, что это ему интересно. Поэтому мы сейчас, мне кажется, вообще всей современной педагогикой уперлись в то, что уже надо не только различать, где индивидуализация, а где индивидуальный подход, а что сейчас индивидуализация вообще в образовании становится главной. Вы знаете, вот прежде чем мы перейдем к той теме, которую вы сейчас анонсировали, Татьяна Михайловна, я все-таки еще вот такой момент хотела бы уточнить. А вот, допустим, индивидуальный подход в образовании и индивидуализация, можно ли это коррелировать с такими понятиями, как то организация процесса образования и, собственно, содержание образования? Вот у меня почему-то возникла эта аналогия. То есть индивидуальный подход – это ближе к организации, а индивидуализация – это ближе к содержанию. Или я немножечко передергиваю? Ну, можно и так. Я бы… Понятно, что мы начали с такой понятийной, значит, ситуации. Нет, но надо разобраться. Нет, это, конечно, надо разобраться, это понятно. Но учитывая, что нас просто действительно сейчас, так я надеюсь, разные люди слушают, и родители просто, и педагоги, и педагоги… Родители, я бы уверена просто. Да, и педагоги высшей школы, и, может быть, даже продвинутые ребятки какие-то. Поэтому я бы что сказала, что, наверное, можно и так, и так, и так обсуждать. Но главное вот сейчас, вот на что мы делаем ставку, вот за всем этим. Потому что классическая педагогика делала ставку на то, что учитель лучше знает, что и как делать. Значит, соответственно, почему? Потому что, ну, вот учителей учат специально в педуниверситете, они знают психологию, и они понимают, как лучше двигаться, в каком режиме строить обучение. Вот мне кажется, что сейчас современная ситуация, она подсказывает, что надо делать сейчас ставку в большей степени на работу со смыслом каждого ребёнка. Вот что он считает, что ему интересно, потому что есть разные форматы, есть очень много методик, которые уже наработаны. Но если мы не подцепляем этот интерес ребёнка, то всё, понимаете, у нас нет никаких сейчас возможностей заставить его делать то, что он не хочет. Вот, понимаете, вот это надо сейчас осознать. Я эту такую... Поправьте вас, по-моему, да? Да, соскочила. Я эту ситуацию понимаю, вот то, о чём вы сейчас говорите, мне, в принципе, понятно. Я всё равно, тем не менее, понимаете, вот на сегодняшний день школа – это всё-таки, ну, такой не супердемократический организм. Школа достаточно авторитарна. И то, о чём вы сейчас сказали, я не очень понимаю, как это, например, коррелируется с федеральными государственными образовательными стандартами, с объёмом учебного материала в течение учебного года, вот с какими-то такими вещами. Ну, вот, опять же, так мы сделаем Пас Катерине, она это сможет рассказать, как вот школа умудрялась. Потому что если бы была частная школа, то понятно, что у нас частные школы достаточно автономно двигаются. Но в том-то и дело, что школа Тубельского в советское время ещё, это была государственная школа, которая умудрялась стать реальной школой самоопределения, действительно вывести ребят на выбор предметов, иногда даже на выбор преподавателей. И она умудрялась это всё равно всё делать в логике государственной школы. Поэтому, может быть, Катя что-то вспомнит из своего реального опыта, а я потом тоже добавлю. Я вспомню сейчас. Вы знаете, когда я ещё училась в институте, мне всегда хотелось всё сделать по-своему. Естественно, что у нас была педагогическая практика, мы должны были писать все эти планы, и всё очень жёстко контролировалось. И я, конечно, всё это делала, но когда наступал наконец-то вот этот вот долгожданный миг урока, и когда я выплывала вот в это открытое море, когда не было никаких буйков, когда меня никто не держал, и я наконец-то могла выразить всё то, что я хочу, и попросить это от детей. И урок был потрясающий, в конце мне говорили, ты что, Макаренко что ли, что ты тут выступаешь? Я гордо говорила, да. И всё равно по педагогической практике у меня всё равно были пятёрки. Знаете, мне кажется, что школа Тубельского – это такое удивительное место, которое притягивало как магнитом особенных людей. Я не хочу сказать, что я там какая-то особенная, но люди, которые подбирались в коллектив, они как-то очень понимали вот эту вот тонкую грань, как нельзя тронуть, знаете, пережать ребёнка, чтобы не получилось что-то ужасного. И потом я, как и Татьяна, очень верю в детей, правда, очень верю. Мне кажется, не может из этих прекрасных людей, из этих чудных, любопытных, очаровательных вырасти какой-то ужасный человек. Меня всегда занимал вопрос, где у них эта кнопка, которая вдруг во взрослом состоянии переключается. Нет, она как раз во взрослом возникает, я предполагаю. Нет, мне кажется, что она всё-таки есть, знаете, как какие-то клетки злокачественные, которые есть в организме, и при каких-то условиях начинает всё это перерождаться. Также и у человека, наверное, это и есть с рождения, просто в какой момент она начинает вдруг работать. Почему из любознательного, весёлого, добродушного человека вдруг получается злой, завистливый какой-то монстр? Почему? Где мы, что делаем не так, и почему вот именно во взрослых, ведь ребёнок, он никогда ни в чём не виноват, правда. Всегда виноват в этом взрослые. Нет, взрослые, конечно. Я вспоминаю Райкина, как он говорил, все дети приходят в школу разные, но когда они все в 11 классе заканчивают школу, то они все говорят хором «Трава зелёная, небо синяя, а Катерина луч света в тёмном царстве». Вот это вот идёт. Вы знаете, но тогда у меня такой вопрос. Ну, понятно, что у нас есть представление о том, как это важно, как нужно, и главное, даже мы сейчас поговорим о том, как это внедряется. Да-да-да, как это возможно, да. И даже есть у нас примеры позитивные. Но всё-таки, вот признайтесь и скажите мне, пожалуйста, честно, по вашим каким-то сведениям, знаниям, по вашим знакомым, а вообще от среднестатистической российской школы есть ли запрос на вот то, о чём вы сейчас говорите? Хотят ли этого школы? Ну, давайте, да. По честному, нет, давайте честно. Честно, да, честно и откровенно. Я хочу сказать, что даже когда я своему широкому кругу знакомых и друзей рассылала, ну вот, собственно, промо по поводу сегодняшней нашей встречи, то я, конечно, получила обратную связь, что «Татьяна, это всё хорошо, интересно, тьютеры ваши продвинутые, всё». Ну вот, среднестатистическая школа. Вот такой действительно серьёзный разговор. Но мне кажется, надо что сказать? Ну, во-первых, это очень разное. Это вот, знаете, как говорят, средняя температура по больнице. Она всегда нормальная. Поэтому среднестатистическая школа, что это такое в нашей стране, это тоже очень трудно. Почему? Потому что, с одной стороны, есть очень интересные инновационные школы. И вот с Александром Изотовичем Адамским, проводя ежегодно конкурс «Авторская школа», мы просто видим, как не иссякает это количество авторских в регионах, региональные конкурсы, межрегиональные. И мы видим, как много вообще творческих школ каждый год появляется. Это раз. С другой стороны, что мы видим? Это важно. Какими колоссальными темпами нарастает семейное образование? Вот у нас есть в Фейсбуке группы по 30 тысяч, по 40 тысяч человек, люди, которые, значит, занимаются и интересуются альтернативными семейными форматами образования. При этом, кстати, в семейном образовании уже вчера, в воскресенье, тоже была очень активная переписка. И все говорили, что у нас в регионах на те, кто вывел детей на семейное образование, ну, относились к нам как к чудакам. Ну, если не как к городским сумасшедшим. А сейчас все говорят, а какими вы методами работали, помогите нам, подскажите нам. И сейчас семейники, сами того не ожидая, прям, так сказать, развернулись, стали методистами, потому что они действительно многие родители в семейном образовании на себе выращивали эти методики. И вот, значит, поэтому моя мысль такая, что сейчас вот в этой ситуации, так сказать, массового дистанционного домашнего образования, главными сейчас будут авторские инновационные школы, которые уже в дистанционном образовании, некоторые работают 20 лет, 30 лет. То есть вот первые форматы дистанционного образования, у нас же авторские школы брали очень давно. И будут те семейники, те продвинутые, как бы, семейные образования и разного рода вот онлайн-курсы, разные Фоксфорды, Учи.ру, вот эти платформы все. Вот они сейчас фактически будут задавать тренд, новые совершенно линии образования. А каждый учитель и массовая школа сейчас станет перед очень нелегким выбором, потому что либо фактически учителя должны понимать, что они сейчас потихоньку могут уйти со сцены, потому что если они сейчас не развернут детей, не научатся работать в каких-то очень интересных форматах со смыслами ребят, то я хочу сказать, что когда кончится этот коронавирус, и все равно все, так сказать, закончится этот переход какой-то, то дети могут не вернуться на старые рельсы. И вот это, мне кажется, очень важно, что надо сейчас понять, что все. Вот мы все время говорили, что когда же классическая педагогика Каменского подойдет к своему финишу. И многие говорили, никогда эта форма будет все время воспроизводиться. Дальше учителя говорили, мы бы рады обернуться к ребенку, ну 45 минут урок, 30 детей в классе, а как нам к ЕГЭПе? Вот все сейчас, все это ушло за борт. Перед тобой дети, перед тобой, значит, сидят они дома. Время у них тоже может быть по-разному совершенно. Это могут быть большие занятия, могут быть маленькие занятия. Это могут быть совершенно разные какие-то форматы новые, о которых мы даже не подозреваем. И, конечно, после всего этого ты в старую классическую уже систему классноурочную Каменского не вернешься. Вот это, мне кажется. А вы знаете, у меня вот какой вопрос. Ну, в любом случае мы как бы себе понимаем, что так или иначе, вот мы не берем сейчас частные, допустим, школы. Все-таки основная масса школ на стороне государственной. Так или иначе, государство вроде бы как должно принять участие в реализации, допустим, тех идей, которые сейчас вот Татьяна Михайловна, в частности, озвучила. Как вы думаете, нужно ли это государству? В какой мере государство здесь может помочь школе? И не окажется ли это, ну, как бы опять чередой там, ну, допустим, каких-то постановлений? Вы знаете, про государство это, наверное, лучше Татьяна ответит, потому что она ближе. А я практик. Вот если брать среднестатистическую температуру по больнице, то на самом деле это, знаете, как в детской литературе. Я сейчас чуть-чуть туда, потому что я все-таки еще немножко детские писатели книжки пишу. Мне, наверное, в каком-то смысле легче, потому что я чуть шире на все это смотрю. Так вот, в школе, как, собственно говоря, в детской литературе, образ учительницы у нас в основном какой? Старая, страшная, злая училка. Училка, да, это такой термин определенный. Это математичка, физичка, русичка, или что же, вот что-то ужасное, историчка. А мы репопинс. Мы репопинс. Тоже строгая. Мне очень хотелось как раз показать, когда я писала свои книги, что в жизни есть и другие учителя. Они молодые, красивые, они умные, заводные, образованные. Понимаете, они в листья могут зарыться вместе со своими учениками, через забор перелезть или на дерево вскарабкаться. Вот это вот учитель. Мне кажется, что за таким учителем ученики-то, собственно говоря, и пойдут. А вот то, что происходит сейчас среднестатистически, мне кажется, я не знаю. Конечно, на это нужно обращать внимание. Конечно, понимаете, когда замученный учитель 40 часами своей нагрузки ползет в класс, еще понимает, что у него есть семья и собственные дети. Не до поисков смысла. Не до поисков смысла. Но нужно понять, что без поиска этих смыслов, в общем-то, ничего и не будет. И мне кажется, что люди должны к этому прийти. В школу должна вернуться молодежь. Вот это необходимо просто. Молодые творческие люди, которые поменяют все. И мне кажется, это прекрасно. Ну, на самом деле, вот я только подписываюсь сейчас под тем, что Катерина говорит, потому что я знаю своих выпускников. Я так рада, что они пришли в школу. У меня такое внутреннее теплое хорошее чувство. И я им это говорю. Сейчас они уже у меня сидят как магистранты на занятиях. Я помню этот первый курс, когда я им сказала, господи, ребята, только дойдите до школы. Я вас прошу. Я на них посмотрела. Они такие замечательные совершенно. Полностью этот такой хороший, искренний павц Екатерина поддерживаю. Но мы не забываем о том, что учителей готовят государственные вузы. Сейчас я как раз это да. Школу субсидируют государственные. А сейчас еще одну секундочку скажу. Хорошо, у нас есть в школе такая тенденция. У нас выпускники, которые закончили нашу школу, они пошли в педагогический. И они хотят вернуться в школу, работать с учителями. И, кстати, некоторые уже вернулись. Ребята, вы молодцы. Я вас очень люблю, правда. Да, это приятно всегда. Ну вот теперь я немножко... О грустном? Нет, как раз я вообще сегодня настроена очень позитивно. И не хочу о грустном, потому что и так много грустного кругом. Поэтому надо понимать, в чем может быть продуктивность следующего шага. А вот смотрите, я вот думаю, что нам, ну как любым людям культурным, культура дает примеры. И у нас не так много примеров, когда мы массово брали какую-то планку. И примеры были позитивные. Я считаю, что один из позитивных примеров был, когда была ликвидация безграмотности. О да, согласна. Вот действительно. Страна была безграмотная, никто почти не умел читать. И потом за определенное короткое время действительно была взята планка. Дети учили взрослых, да, значит, грамоте и так далее. И вот мне кажется, что сейчас... Ну вот такой момент, конечно, спорный. И очень хорошо, если, кстати, очень много людей напишут там с нами согласие, не согласие. Мне так и кажется, что сегодня это какой-то старт, начало серьезного разговора. Но мне кажется, что мы сейчас вот прямо где-то в этой ситуации. Вот тогда это была массовая ликвидация безграмотности, а сейчас у нас ситуация массового перехода в дистанционный формат, так сказать, домашнего обучения. Причем в том числе при участии государства. Вот, да, теперь смотрите, при участии государства. Теперь я про государство хочу сказать. Значит, ну вот я руководитель тьютерской магистратуры. Значит, соответственно, у нас уже 11-й год мы выпускаем тьютеров, и это новая профессия. К этой профессии отношения сложные, неоднозначные. Кто-то из учителей принимает, кто-то из учителей считает, что тьютеры это еще зачем-то нам такие понадобились люди. Понятно, что любая профессия, она себя отстаивает. Но, к сожалению, для нас это как бы первое время чумы получается. К сожалению, вот эта ситуация сложная за окном развернула вдруг так, что сейчас тьютерская компетентность становится просто базовой компетентностью массового учителя. Массово всех. Почему? Потому что тьютер у нас по стандарту, это человек, педагог, который сопровождает индивидуальную образовательную программу. А сейчас, когда мы начинаем все это говорить про индивидуализацию, про все эти вещи, то фактически получается, что у нас сейчас каждый учитель, каждый учитель среднестатистический, он обречен, что он должен уметь сопровождать индивидуальную образовательную программу. Ну вот, тогда смотрите, и у нас вот сейчас, в этом году, ежегодно у нас проходит конкурс Тьютор Года. Обычно это был домашний конкурс, когда у меня студенты второго курса для первокурсников делали конкурс Тьютор Года. В этом году Департамент образования Москвы поддержал нас, дал нам грант, и мы хотим сделать широко в заочном формате все три тура, значит, конкурса Тьютор Года. Но для нашего разговора, что это значит? Это значит, что мы хотим собрать разные методики, способы, приемы, которые наработали разные люди. Там кто-то с помощью, значит, повышения квалификации, кто-то сам по себе, но какие-то маленькие даже приемчики о том, как работать с индивидуальными смыслами детей. Мы это все соберем, у нас будет банк данных, это будет вообще коллективная, так сказать, собственность Института непрерывного образования и всего нашего городского педуниверситета. И следующим тактом мы развернем массовую переподготовку учителей по освоению вот этой компетентности. Вот точно так же, как собирали, грубо говоря, разные приемы, как взрослых людей быстро ликвидировать безграмотность, ну как вообще научить их быстро читать там и писать. Вот мне кажется, что сейчас должен быть сбор какой-то приемов, как вообще в этом дистанционном обучении жить. Абсолютно согласна, и ведь существует не только индивидуализация ученика, а ведь есть индивидуализация учителя, и это крайне важный вопрос на самом деле, самоопределение учителя вообще тоже никто не отменял. Кстати, да, хорошая тоже тема, мы все, значит, понятно, что ученик это главное, это сердцевина образовательного процесса. Но здесь вот мне приходит еще в голову, что дать юторские компетенции, КТ-компетенции, потому что дистанционное образование полностью на этом основано, в общем-то. Психологические компетенции, потому что в любом случае, да, нужно каким-то образом ребенка располагать и к этому формату образования тоже. Между прочим, он ведь не для всех, но раз мы в такие условия поставлены, значит, так или иначе это надо реализовывать. Безусловно, и учитель тоже должен все время самоподпитываться, ему тоже нужно самообразовываться постоянно, иначе с чем он будет приходить к детям, тем более к современным детям, которых нужно действительно заинтересовать. Ведь все совершенно поменялось, в общем-то, стало с ног на голову, это правда? Кстати, вот мы упомянули, учитель, ученик, а отношение родителей к этому, ко всему, какое? Оно вот исключительно потребительское, то есть вот мой он личный, значит, ну и давайте вокруг него, значит, ну и мы об этом только что с вами поговорили. Да, вот знаете, я хочу сказать, что родители, ну поскольку вообще во взрослом мире, вот Катя говорит, дело даже не в том, что взрослые люди, у них кнопочка выключается, а просто взрослый мир, его действительно вот эта как бы социализация забирает. Все взрослые начинают думать о том, что деньги, завтрашний день, к сожалению, ты взрослеешь, родители стареют, то есть очень много забот у взрослого мира. Поэтому, когда мы обращаемся к родителям в такое спокойное время, да, вот такое стабильное, то родители начинают говорить, слушайте, мы своим делом занимаемся, а вы своим. Но мне кажется, когда возникает момент перехода, то родители все, значит, они как-то тоже разворачиваются. Вот Катя передала привет своим, значит, старшим ребятам, которые пришли в школу, ну вот я надеюсь, что меня там мечи там тоже или слышат, или видят. И я хочу сказать, что я никогда не забуду, что когда мы начинали первую частную школу в России, когда еще не было закона о частном образовании, и мы ее начинали просто, потому что министр образования дал такой аванс, Эдуард Дмитриевич Днепров сказал, ну давайте, дерзайте. И вот у нас в Академгородке появилась первая частная школа. И дальше сложилось, как это обычно бывает, что государственная школа нам сказала, вы знаете, у нас нет площадей, так что ищите себе место где угодно. И я помню, вот просто помню этот момент, я была молодой директор, значит, за мной первые 50 учеников, первая частная школа, на дворе минус 40, я собрала родителей и просто чуть не плачу, сказала, что ну все, мы завтра оказываемся на улице, что делать? И тогда родители, а родители, это у меня были академики, доктора наук, директора институтов, они сказали, все, ребята, давайте все в сторону, им надо помогать. И за три дня нам нашли помещение двухэтажное, и, так сказать, школа стала продолжать жить. И вот для меня это такой момент, что когда мы оказываемся действительно в реально сложной ситуации, то вот тут и возникает ситуация предельного доверия родителей и учителей содружества. И мне кажется, что сейчас, если учителя наши начнут искать новые формы, начнут пробовать, далеко не все может получаться, то мне кажется, что сейчас родители будут первыми помощниками, потому что родители сегодня с утра уже, например, присылают мне, что вот, говорит, Татьяна, ты говоришь про новые форматы дистанционного образования, а учительница дает список шести задач, и дети должны эти шесть задач выполнить. И она считает, что это дистанционное образование, что она переслала, значит, по имейлу, что шесть задач надо решить. И, как Сергей Волков сказал, вот тоже это все обсуждали, Сережа Волков, наш известный учитель литературы, он написал, что самое худшее, что сейчас может быть, если просто среднестатистический оффлайн-формат перенесут в онлайн-формат. Читайте, отвечайте на вопросы, значит, решайте друг за другом примеры. Сейчас пишем словарный диктант. Да, сейчас все пишем словарный диктант, тут я буду проверять. Поэтому мне кажется, что если мы сейчас начнем искать, то действительно родители это будут наши первые союзники. Кстати, а вот вообще у меня вопрос такой возник. Если мы говорим про индивидуализацию образования, то кто все-таки автор всего того, чему будет учиться ребенок? Это учитель, ученик или родитель? Вот кто здесь, кто главный-то? Кто эту индивидуальную образовательную траекторию-то все же выстраивает? Вот за кем это слово-то последнее? Ну, по стандарту вообще-то это слово за тьютером, прямо так скажем. Потому что у тьютера в стандарте написано, что тьютер – это такой особый педагог, который сопровождает индивидуальную образовательную программу. И когда мы сейчас имеем дело с продвинутыми школами, ну, я могу их назвать, это новая школа, это хоро-школа, это гимназия Примакова, это новая гуманитарная школа, это школа Тубельского, мне не важно, называются учителя там тьютерами, но это педагоги, которые владеют вот этой вот компетентностью. И тогда фактически они становятся главными, потому что они в сопровождении индивидуальной программы. А учителя – это фактически те, кто задают контент. Конечно, так сказать, в жизни… Ну, у нас есть один пример этой школы, которую мы все педагоги знаем, по крайней мере, все инновационные педагоги знают. Это школа Самохилл. Там, где эта школа в Англии, где на фронтоне написано, что наша школа ничему не учит, но зато развивает интерес каждого. Вот эта школа, которая в пределе сделала ставку только на индивидуализацию. Все же остальные школы, даже частные, они все равно, конечно, совмещают. Есть стандарт, ну, то, что должно быть освоено. И есть индивидуализация, которая позволяет детям расширить то, что им интересно. И я считаю, что просто, я говорю, у нас сейчас такая ситуация, что тьютерская компетентность, она становится сейчас компетентностью массового учителя. Вот в чем дело. Потому что следующий момент. Кто найдет столько тьютеров? Ну, понятно, что у частных школ есть. Значит, среднестатистической государственной школы нет. Но вот я эту мысль хочу простую донести, что если учитель не начнет двигаться в сторону тьютерской компетентности, знаете, как есть такая, мне очень нравится фраза, что ты должен смотреть в эту сторону. Но если ты не можешь стоять и смотреть в эту сторону и идти, то ты хотя бы сядь в эту сторону. Но если ты не можешь сесть, то ты хотя бы ложись и смотри в эту сторону. И ползи, в конце концов. Если мы начнем сдвигаться просто в эту... Если мы не начнем, то мне кажется, что просто классическая педагогика не сможет ничего сказать в этих условиях. Все, дети будут просто выключать компьютер, будут заниматься своими делами, они уйдут, потому что есть очень много других сейчас специалистов вот в открытом образовании, которые могут предложить свои услуги. К чему они должны сидеть, слушать учителя, который неинтересен. Люди, которые уже достаточно давно над этими темами работают и вполне успешно. Здесь как бы важно выдержать ситуацию платности-бесплатности всего этого дела. А у меня еще в связи с тем, что вы сейчас только что сказали, возник вопрос. А вузы, которые готовят педагогов, они-то готовы эти компетенции привнести? Катя, значит, все время говорила про пример своей школы Тубельского. Я здесь, конечно, могу сказать про пример школы городского педагогического университета, потому что я до этого, например, была в государственном педагогическом университете московском, про который я не скажу, готов он или нет. Но вот что касается городского педагогического университета, я как раз считаю, что мы во многом готовы. Вот Институт непрерывного образования, где я, у нас сегодня прям был ученый совет, и мы специально обсуждали это. Как собирать банк данных, как нам всем экспертами развернуться. Ну вот я говорю, у меня прям такой яркий образ. Я вот думаю, сейчас даже интересно исторически это перечитать. Вот кто и как решал, как быстро сдвинуть всю страну в эту, как бы, ликвидацию коллективной безграмотности? Ведь это же тоже был такой шаг, как бы, сложный. Другое дело, что там, может быть, можно было более авторитарно это сделать. Но сейчас коронавирус стал этим авторитарным давлением. Вот понимаете, потому что когда говорили еще год назад, два года назад, я помню, Игорь Михайлович Ремаренко все время говорил, что нам надо выходить в дистанционные курсы, значит, всем учителям, преподавателям вуза надо начинать разрабатывать. Все говорили, да-да-да, но мы заняты, не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра. А, собственно, когда весь мир смотрит на русский народ, все как говорят, что, может быть, это наша такая ментальная характеристика, что мы можем все собраться в моменты какой-то трудности и, так сказать, перепрыгнуть на другую планку. Мне кажется, что мы в образовании сейчас точно перепрыгиваем на другую ступеньку. Мы можем допрыгнуть на нее, встать на нее, можем свалиться, но я прям вижу, как бы, эту ситуацию перехода. Да нет, я думаю, конечно, валиться никто не будет, потому что, как бы не обстояли дела с организацией дистанционного образования, все-таки определенная подготовительная работа вольно или невольно проведена была, в том числе, скажем, в университете у нас многие преподаватели уже давно такие занятия практикуют, это понятно. Вот, другое дело, что, как и вчера, недалече, как вчера в новостях передавали, что Китай прошел пик коронавируса, и, значит, все такие думают, а почему? Ну, потому что, в общем-то, Китай, что там греха таить, такой близко к тоталитарному государству. Да, всех перевели просто, да. И почему мы так успешно боролись с безграмотностью? Ну, вообще-то, это была большевистская власть, и тут тоже нужно отдавать должное. А сейчас мы в условиях нашей демократии должны попробовать как-то себя завязать. Ну, вы знаете, тут, конечно, ну, я думаю, что нас же никто не будет обвинять в открытой рекламе, просто мы примеры вспоминаем, вот вы начали говорить, я сразу вспоминаю. Значит, ну, сейчас тоже опять не секрет, что наш Томский университет сейчас стал одним, ну, просто, вот, как бы, ведущим университетом. Да, одним из ведущим, конечно. По одном из рейтингов он даже обогнал МГУ, у нас в 103-м месте, а МГУ у нас в 104-м. Но что я хочу сказать, что когда Томский университет повернул в сторону, вот, собственно, такого инновационности в системе высшего образования, это очень сложно. То есть у нас там работает очень сильная тьютерская команда, университет заявляет себя как разработчик тьютерской модели современного университета, то как раз все обсуждали, что Томский университет один из четырех императорских университетов. Когда мы входим в зал ученого совета Томского университета, то там еще, ну, собственно, в императорское время вручали дипломы. И все думали, как это возможно. Ну вот может быть, потому что Эдуард Галажинский, ректор университета, имеет базовое психологическое образование. Но не являясь очень именно авторитарно давящим, он смог в рамках университета развернуть ситуацию и перехода на дистанционное образование, и разворачивание новых курсов, и возможности того, что мы работаем со стубальником и предлагаем им, например, одновременно разные магистрские программы, использовать разный ресурс всего университета. И вот это, я считаю, конечно, разные форматы сейчас надо поискать. Как люди умудряются не жестким авторитарным таким приказом, что завтра, потому что тут момент какой, как только ты приказываешь, ты как бы понимаешь, что сразу может быть так на бумаге одно, а в жизни другое. Мы же можем сидячие забоставки делать. А вот именно как это развернуть и сделать, так сказать, не авторитарно. Какая-то полезность этого всего. А уж через коронавирус мы к этому придем, или все-таки через такое нормальное, глубокое понимание того, что даже когда пройдет коронавирус, то и после этого эти формы будут актуальны, затребованы. Конечно. И наряду, может быть, с какими-то привычными, которые тоже в целом ряде случаев показывают себя эффективными, еще лучше будут работать. Мне вот так как-то представляют. Ну, вы понимаете, это опять же человеческий ресурс. То есть учителя, работающие в школе, должны изыскать в себе некий еще один какой-то человеческий ресурс, чтобы самих себя подвинуть вперед. Помните, как в фильме «Покровские ворота», когда Савраскин на своем мотоцикле, отодвинував эту коляску, ворвался в 20-й век, со школы произойдет то же самое абсолютно. То есть выпрыгнут не все, но те, которым это удастся, наверное, должны обладать какими-то специальными компетенциями, которые сейчас нужно как раз в себе и поискать, и гораздо шире смотреть на мир. То есть человек, учитель – это не просто человек, который учит своему предмету, а это широко образованный, широко умыслящий человек, который общается со многими людьми, который не зашоренный, который не сидит в одной своей школе, который, может быть, путешествует по миру. По миру аккуратно. Я надеюсь, что все-таки путешествует. Который путешествовал и будет еще путешествовать. Прошу прощения, Анна Холмановна, мне вот сейчас очень понравилась мысль Катерины о том, что ведь мы не побежим, вот я же тоже так или иначе учитель, мы не побежим в какую-то образовательную организацию наращивать компетенции. То есть те, у кого есть к этому какая-то склонность, желание, да, вот условно говоря… Собственный смысл. Да, 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 поискать… Собственная индивидуализация. Да, 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 вот это и есть. Да, это интересно. На самом деле хороший посыл, уважаемые зрители, да. Но я, знаете, хочу еще такой момент затронуть. Опять же, понимая, что у нас разная аудитория. Вот, понимаете, в такие трудные моменты перехода, когда Катя совершенно верно говорит, ты должен еще изыскать в себе какую-то осмысленность, да, преодолеть, может быть, какую-то консервативность здоровую, которая тоже в педагогах есть. Вот в этот момент, мне кажется, очень важно. И это мое прямо открытое пожелание администрации. Потому что сейчас, когда мы говорим, что учителя в сложном положении, администрация тоже в сложном. Например, сейчас все дети на домашнем обучении, если будут… А как ЕГЭ? А как ГИА? А как мы будем вообще поступать в этом году в ВУЗ, когда надо на основании ЕГЭ? То есть, конечно, это очень сложно. И вот здесь, мне кажется, может опять взять вверх, знаете, такая жесткая регламентация, что все должны в 8.30 сидеть около компьютера. Учителя должны сдавать, значит, каждый день, я не знаю там, кто был, кто не был. Вот мне кажется, что в такие моменты, когда мы хотим, и никто еще точно не знает, и нет этих точных способов, мы хотим расширить зону поиска. Вот я хочу сказать, что надо высвободить учителя. Вот надо, мне кажется, немножко снять ситуацию, регламент, вообще отпустить ситуацию для директоров и завучей. И я даже знаю, что если люди мне сейчас будут говорить, что ну вот вы не были там чиновником, вот знаете, момент того, что я была директором 10 лет, первой частной школы в России. Я считаю, что я имею право это говорить, потому что когда мы сделали частную школу, то только ленивый методист из Томской области и из Сибири не пришел проверять нас через месяц. Но тогда это было начало перестройки, я выходила просто и говорила, так, вы кандидат наук. Там я говорила методисту, они говорили нет. Я говорю, вы знаете, а я кандидат наук, и я как кандидат наук не пущу вас в школу проверять, потому что учителя только начали осваивать систему развивающего обучения, систему свободной педагогики Толстого. Они переживают, они ночами не спят. Если вы сейчас начнете проверять по канонам, все, они свернутся. Ну и понятно, что там было по-разному, но в этом смысле хороший у нас был начальник образования Томской области, и она сказала, к Ковалевой не приставать. И к нам за два года не пришел ни один методист, понимаете, проверять. Поэтому я просто что хочу пожелать, что вот если сейчас учителя начнут пробовать, начнут с родителями, что-то получается, что-то не получается, мне кажется сейчас, вот кому уж надо сейчас гуманитарность, толерантность и максимальная, так сказать, предельная гуманистичность, это надо, я считаю, всему сейчас управленческому аппарату. Тем более, что, честно говоря, и управленцы сейчас не знают, на какой способ ставить. Поэтому мне надо сейчас проверять, как бы жестко, да, ситуация поиска общего такого, поиска, обсуждения. Проб каких-то. Ну, конечно, не хочется произносить слово ошибок, но я думаю, ошибок не будет, потому что учебный процесс, он и есть учебный процесс. Но с точки зрения форматов надо попробовать что-то такое поискать. А знаете, у меня вот еще какой вопрос по поводу индивидуализации образования. А вот дополнительное образование. Где тут его место? То есть мы его как бы переводим вот в эту систему, там, ученик выбирает какие-то предметы, а все остальное это доп. Или доп это по-прежнему кружки. Или вообще, кто выбирает предметы, до какой поры, да, вот какие-то такие вещи. Я прям вспомнила, что Александр Наумович говорил по этому поводу. Вот как раз можно сказать. Дело в том, что когда Александр Наумович работал в школе, ну, во-первых, исторически, когда Александр Наумович был в авторской школе, у нас же, мы тут вспоминали, Александр Изотович Адамский, все это уже было, знаете, 30 лет и 3 года, как в сказке, 30 лет и 3 года мы тут вспоминали. У нас был первый конкурс в стране авторская школа. И в конце, те, кто вышли в финал авторской школы, то там было такое, две позиции. Был такой директор-философ, который рассказывал о концепте своей школы, о смысле школы. И был директор, не было слово менеджер, был практический директор, который все это организовал. И мы как раз с Александром Изотовичем, с Александром Наумовичем Тубельским вот как раз работали. Он был директор-философ, а я была, значит, директор практической. И он как раз и говорил, что если мы начинаем делать школу, вот эту школу самоопределения, то, что мы называем, там исчезает вообще разграничение дополнительного образования основного, как устаревшие слова. Вот все это границы исчезают, потому что когда ребенок сидит дома, и у него есть программа по математике, например, то, что для него является дополнительным, а что основным. Есть стержень, например, он проходит, я не знаю, дробные числа. Но у нас есть Фоксфорд, куда он может зайти, там ресурс бесплатный. Он может зайти на УЧИ.ру, он может проконсультироваться со своим учителем, он может зайти к учителю другой школы. И в этом плане вот это и есть выход в открытое образование. Вот этот реальный выход в открытое образование, он эти границы у нас стирает, что там основное, а что там дополнительное. Просто мы начинаем двигаться в рамках индивидуальной образовательной программы. А еще желательно стереть границы между предметами. Тогда получается медопредметность. Я просто вспоминаю, ведь вы знаете, у меня достаточно уникальный случай, я веду своих детей с первого класса, а сейчас мы уже в седьмом. То есть я увела у них в начальную школу и перешла с ними в среднюю. И я помню, как на уроках литературного чтения, когда мы в третьем классе начали читать «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, как эти уроки превращались в уроки географии, уроки истории одновременно. Вот, вот, интересно, да. И даже в уроке рисования это было потрясающе интересно. Как вы с этим справлялись, Кать? Я не знаю, я не справляюсь. Я, какие ничего. Я пытаюсь справляться. Или сейчас на уроках литературы с детьми в пятом классе мы начали писать тексты во всех жанрах. Мы с моими детьми на уроках русского языка и литературы, включая основную программу, безусловно, куда уж без неё, но это было уже дополнительно во всех жанрах абсолютно. Мои дети писали истории, рассказы, юморески, фэнтези, фантастику, детективы. Ну вот абсолютно всё. У нас даже были такие тетради, они назывались «Тетрадь для сочинительства». А дополнительная программа, вот на секунду ещё скажу, программа московского долголетия, которая сейчас есть в нашей школе, школе самоопределения, где я тоже работаю, веду английский язык у старших детей. Мы с моими англичанами, пожилыми людьми, пишем тексты на английском языке в разных жанрах. И вы знаете, какие безумно талантливые люди, и как у них горят глаза, и как они раскрываются, пусть даже уже в этом возрасте, но они же видят в этом смысл. Это придаёт новый смысл их жизни, им интересно. Кстати, тоже на своих занятиях, помню, нарушила многолетний такой запрет, который был мною усвоен, когда я училась в университете, в педагогическом государственном. Нам там запрещали поглядывать исторические фильмы и смотреть, точнее, да, и читать историческую такую вот бестселлеры. И в какой-то момент я не, ну вот сама уже как педагог думаю, господи, а почему нет? Почему нет, да. И сейчас периодически там своим студентам говорю, вот давайте мы обсудим то-то, то-то на основании прочтения или просмотра фильма. И они, даже мне показывают, какие они фильмы смотрят, я, может, и не смотрела даже, у меня хоть свой интерес познавательный просыпается. Потом сами по себе суждения, что правда, что неправда, попытка найти эти смыслы. Ну сейчас пример с 1812 года. Вообще люди же начали читать, всем стало интересно, так на самом деле как бы так разворачивались события или по-другому? Всё правильно, это очень, на самом деле, правда, это любопытно, но тогда, да, тогда дети, наверное, всё-таки чувствуют вкус к этому, ко всему. Конечно. Они пытаются разобраться, а главное, мы же хотим, чтобы они всё-таки умели формулировать свою позицию. Ну вот смотрите, а если мы сейчас перейдём в педагогический контекст, то, о чём говорила Катя, вот мне кажется, так события будут разворачиваться. Наиболее яркие учителя, ну которые в себе, это вот Катерина, они будут собою вот эту метапредметность задавать, либо это ход на какой-то, опять же, другой уровень, такой групповой работы учителей. Потому что кто мешает учителям сейчас, которые, например, в пятом классе преподают, не знаю, по интернету создать, значит, группу и провести вебинары, и состыковать как-то свои занятия, теперь задать больший модуль, не дробить это, как я тебя сегодня проверю завтра, послезавтра, а сдать какую-то комплексную программу месячную, например, не знаю, погружаемся опять в ту же, значит, события 1812 года, рассматриваем исторически, смотрим, там, не знаю, фильмы про это, Войну и мир читаем, потом это обсуждаем, это, понимаете, это совершенно задаёт другие форматы. Вот я хочу сказать, у психологов же есть такая шутка, ну не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношения. Вот сейчас, когда все начинают жаловаться на этот коронавирус, ну мы не можем изменить эту ситуацию, уже так должно. Давайте изменим к этому отношения. Сейчас у нас есть реальная ситуация, когда все уходят на домашнее обучение, и, так сказать, ученики, и школы, и детские сады, и вузы. И у нас есть возможная ситуация разворота на какие-то совершенно новые разработки методик в открытом образовании. Но я хочу всё-таки ещё сказать, и мне кажется, ну вот как доктору наук, я не знаю, как человеку, который 30 лет, там, больше 30 лет в образовании, да, мне кажется, что когда закончится вся эта ситуация, они не вернутся на старые рельсы. Понимаете, есть такое холосовское... Да смысла не будет, господи. Конечно, потому что человек всё может развернуть, кроме свободы. Вот если они сейчас почувствуют большую свободу в своём образовательном пути, возможности работы с ресурсами, то представить себе, что потом все сели опять в класс, так сказать, и сосредоточены на одном ресурсе в одно время, уже очень трудно представить. Так что нас ждут какие-то, мне кажется, совершенно другие события, что очень интересно, я считаю. Вот, кстати, вы сейчас упомянули тут такие, ну, психологические моменты, и я подумала, а вот для того, чтобы, ну, как бы выстроить эту правильную мотивацию, для того, чтобы, ну, школа там внутренне обновилась, вот какая-то психологическая поддержка, она вообще нужна, или, ну, как бы, как обычно, справимся сами. Ведь у нас долго была вот эта ситуация, то психологов убирали из школы, то обратно, а мы же хотим содружества, сотрудничества. А вот у вас есть в школе психологи, Катерина? У нас есть один психолог, но этого, конечно, очень мало. А он зачем там у вас? Понимаете, дело в том, что в школе... Ваши так все дружат. Вот, я хочу сказать, у них есть Мара замечательная, например. Есть, конечно, но, понимаете, у нас есть еще и особенные дети. Это ведь тоже одна очень большая тема, и школа, она... Сейчас все школы инклюзивные. Да, 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 да. И психологи просто необходимы в этом случае. А вот с точки зрения темы, на которую мы сегодня с вами говорим, вот здесь это нужно, не нужно, а каким-то особым образом... Понимаете, значит, во-первых, мне кажется, в каждой школе, вот если мы берем такие школы, в которых коллектив непроходной, вот там есть какие-то люди, которые мудрые, да, и вот есть это... Такие, знаете, они могут быть психологи, так сказать, по штату, могут быть не психологи, но есть мудрые люди, которые в трудное время, они оказывают такую поддержку. И вот мне кажется, когда была перестройка, вспомните, как, например, очень часто брали интервью Дмитрия Лихачёва, например, или как брали интервью у Акуджавы. Акуджава не был ни психолог, ни академик, но это был человек такой предельно честный, что всем было интересно. Акуджава, что думают по этому поводу, да, вот перестройка, да, хорошо или плохо? Не геофторитет, это заговорочная. Вот, поэтому мне кажется, что очень интересно. Либо мы можем создать, например, знаете, такой, клуб авторитетов в образовании. И тогда, например, когда человеку очень что-то сложно или трудно, например, ну, даже вот, кстати, и в рамках вашего формата, можно приглашать, знаете, таких авторитетов в образовании. Вот действительно, мы привыкли, что авторитет – это что-то такое, значит, связано с бандитским Петербургом. А могут быть педагогические авторитеты. И тогда человек просто вот действительно говорит, как он считает нужным, в кого-то он вселяет уверенность. Это одно. А второй, я сейчас подумала, интересный момент. Может быть, например, сделать телефоны доверия для учителей, чтобы учитель мог, например, так сказать, и для родителей, чтобы можно было позвонить, сказать, а вот вы знаете, у меня вот с дистанционным там образованием ничего не получается, а у меня вот родители, сколько я его не призываю, он говорит, я не буду вообще, так сказать, ребенком заниматься, мне некогда, я на трех работах. В общем, понятно, что психологически сейчас надо поддерживать, но вот это время поисков, но очень важно, чтобы были какие-то люди, которые могли бы содержательно обсуждать. Мы просто сейчас переходим действительно из одной ступеньки на другую ступень развития отечественного образования. Ну, я не беру европейский контекст, сейчас, мне кажется, вся Европа в это же, вообще весь мир сейчас это думает, но просто кто-то был больше готов, кто-то меньше. А вот какие-то примеры приведите, вот, ну, в той же Европе, ну, где вообще это хорошо работает, вот дистанционно настоящий? Финляндия. Значит, вот в этом плане... Именно дистанционное обучение? Да, потому что, смотрите, почему? Потому что в Финляндии есть такой, значит, там же на хуторах они живут, и очень большое длительное, длинное расстояние. Поэтому, когда дети маленькие, если они не домогают, не могут прийти в школу, там очень давно разрабатывалась система о том, как дети могут не выпадать из общего процесса. И там очень много таких вот дистанционных форм наработано. С другой стороны, Сингапур, например, который сейчас просто вывел всех на дистанционное обучение, потому что там очень было хорошо давно с IT-технологиями, они давно это начинали, КТ-технологии. Поэтому, мне кажется, есть и в мире много примеров. Китайцы сейчас, Китай же тоже вывел всех детей сразу на дистанционное... Да, не будем часто говорить слово «Китай». Ну, да, ну тоже не будем, да. Но вообще, на самом деле, это мировая тенденция вообще. И не только в обучении, в образовании, но вообще в работе, да. То есть человек может находиться в Финляндии, а работать на Соединенные Штаты. Да, конечно. Или наоборот, совершенно неважно находиться в том самом месте и в то самое время. Но мне кажется, что всё-таки психологическая профессиональная помощь в школе, психологическая профессиональная служба должна быть. Потому что дети сейчас настолько перегружены информацией отовсюду, что им бывает очень тяжело с этим справиться, и нужна помощь именно профессионала. Внешне это может быть никак не проявляться, но внутренне это может накапливаться у ребёнка и выливаться в очень тяжёлые нервные стрессы. У нас, кстати, вопрос. Да. Вот на Вайбер пришёл. Один американский журналист сказал, что в будущем цифровое образование станет уделом бедных, то есть доступным для всех. А по-настоящему элитарное качественное образование может быть только оффлайн. Вот что вы думаете, ваше мнение? Интересный вопрос. Да. Немножко такой прямолинейный, конечно. Ну да, но я хочу сказать, знаете, когда что-то обсуждаешь, сложный вопрос гуманитарно, то любые жёсткие характеристики, они как бы, ну так сказать, как бы сказать, они несоразмерны. Ну вот тут можно вспомнить, что очень часто, когда мы обсуждаем гуманитарные практики, мы относимся, например, к Георгию Петровичу Щедоровицкому, да, вообще к методологической традиции, которая пыталась начинать так сложно обсуждать сложные вещи. И в частности говорили о том, что если ты очень просто обсуждаешь сложные вещи, то это всё время граничит, ну как бы с таким авторитарным уже ненаучным обсуждением. Поэтому я бы здесь тоже сказала, вот так, знаете, однозначно, что для одних одно, для других другое, я бы не стала. Просто то, что само вот это дистанционное образование, это образование не то, что оно для бедных, а оно более массовое, доступное, это факт. Ну это вообще не время. Да, это понятно. А то, что останутся всё равно какие-то, я думаю, при любом развитии дистанционного образования обязательно останутся моменты вот этих очных встреч, консультаций, конференций. Потому что вот как мы думали, что дистанционное образование сведёт конференции на нет? Нет. Всё равно люди приезжают, потому что есть вот этот момент ценности дискуссии очной. Вот мы же могли с вами сейчас сидеть за тремя компьютерами в трёх разных местах. Но я уверена, что энергетики этой бы такой не было. Всё равно, когда мы друг друга слышим, подбадриваем. У меня сейчас вспомнилось, как на этот кранче Игорь Михайлович Ремаренко сказал, что компьютеры ещё очень долго не заменят учителей, потому что всегда найдётся Вовочка, который задаст такой вопрос, на который ни один компьютер не ответит. А потом, что считать элитарностью? Ведь, например, есть же масс-маркет, правда? Да. Общий рынок, и мы носим одежду, наверное, оттуда, да, покупаем. Мы, не многие из нас могут позволить себе одежду от кутюр. Но это совершенно не значит, что мы не образованы и не можем получить какие-то знания. Это то же самое, как я уже говорила, совершенно не обязательно всем поступать в Московский государственный университет. Может быть, некоторым достаточно и колледжа. Поэтому говорить вот так однозначно про образование для бедных и для богатых, мне кажется, так нельзя. А самое главное, что мы все носим, например, вещи, так сказать, ну вот общие. Но каждый из нас, если захочет, может приобрести какую-то вещь от кутюр, понимаете? Нет, это же ещё какой-то момент. Во-первых, во-вторых, всё-таки элитарность образования определяется не размером кошелька, а, так сказать, смыслами, которые в это образование заложены. Опять же, индивидуализация. Да, конечно, каждый через себя это пропускает. И это так же, как мы, допустим, ведём отбор кинофильмов, на которые мы пойдём. Да, конечно. И там фильм «Холоп», который, значит, сорвал, понимаешь, это все новогодние, там, бенефис практически был. Такой незатейливый, но, тем не менее, факт остаётся фактом. И вот это к оценочным суждениям это никакого отношения не имеет, да. Смотрите, ещё вот такой вопрос бы мне хотелось, чтобы мы с вами обсудили. У нас, да? Ну да, мы с вами молодцы, хорошо, это в дедлайне. Наверное, последний такой вопрос. Вот я когда смотрела перечень, ну, примерный перечень школ, да, на которые мы могли бы опираться в нашей тематике, ну, чтобы понять, вот что такое индивидуальный подход, индивидуализация, вот мне, например, встретилась в миссии новой школы, скажем, такой тезис. Миссия заключается в том, чтобы стать не просто местом, где дети осваивают обязательную программу, а центром притяжения, создающим сообщество людей с общими интересами и ценностями. Вот центр притяжения при дистанционном образовании, при вот этой индивидуализации, что, в чём он, этот центр притяжения? Это хороший вопрос. Да, хороший. Ну, вот мне кажется, мы в эту сторону начали уже обсуждать, потому что мне кажется, что, ну и вообще, кстати, опять же, у сложной проблемы нет одного ответа. И я думаю, что это будут разные форматы, потому что, например, где-то этим центром притяжения будет, ну, вот какой-то такой учитель, вот человек-оркестр, который на себе будет, может быть, стягивать разные возможности, ресурсы, которому будут доверять родители, и он будет центром притяжения. Где-то это может быть команда преподавателей, где-то это может быть тьютер, потому что вот наша тьютерская ассоциация, фактически тьютеры становятся, ну, таким координатором. Мы вот как раз обсуждали в инклюзивных школах, что в инклюзивных школах, там, где вводят тьютеров и даже государство оплачивает, там есть две возможности. Если тьютер не удерживает позицию, он фактически перестаёт быть тьютером, он становится ассистентом-учителем. Учитель ему говорит, вот сиди с ребёнком, пусть ребёнок слушает, пусть выполняет задание. А если тьютер действительно удерживает позицию, то он становится координатором, потому что и учитель, и родитель, они все к ребёнку относятся, но именно тьютер как бы отвечает за сопровождение. Он может быть координатор. Но мне кажется, что ещё очень интересный ход, и тоже у нас такие примеры есть и со старшеклассниками школы Тубельского, поскольку я просто хорошо знаю ребят и в моей школе, и в разных школах по регионам, когда группа ребят становится таким центром притяжения. Потому что сейчас же есть возможности очень большие. Кстати, когда у тебя один ребёнок сидит там в Кемерово, другой в Москве, третьем в Красноярске, они вместе могут что-то делать, разворачивать какой-то общий способ, даже предметный. И сейчас, мне кажется, вот я говорю, мы перед вызовом, если мы ещё и вот так сделаем, как бы расширим возможности школ разных регионов, то у нас могут вообще возникнуть группы по интересам, межрегиональные детские. И они могут быть притяжением. Вполне возможно, мне трудно сейчас говорить немножко на эту тему, потому что всё неизвестное всегда чуть-чуть страшно. Да, конечно. И действительно, учителя сейчас, правда, испытывают страх перед неизвестным будущим, куда все должны войти. Но мне кажется, что всё равно будут найдены способы. Конечно. Мне, знаете, что интересно сейчас, вот в частности, в той реплике, которую сказала Татьяна Михайловна, я когда задавала вопрос, но думала не только о человеческом факторе, а думала, сейчас скажут, ну вот, школа, а вы про людей. То есть, понимаете, центр притяжения людей – это люди, они же сами. Ну, так это интересно прозвучало, мне очень понравилось вот это. Как-то я, ну, скажем, не только в таком ключе. Я подозревала, что будет и такой ответ. Но как бы он только такой. Это интересно. Это как-то… Ну, потому что… Ну, это называется всё в наших руках. Да, ну, потому что, знаете, мне кажется… Кстати, мы впервые начали про это думать, когда мы стали обсуждать сетевые формы. Вот помните, несколько лет назад мы говорили, ну, вот одно дело, есть школа, есть вуз, есть детский сад, там есть структурированное пространство, там есть правила, там есть расписание. А вот когда мы переходим в сетевой формат, на чём там что-то держится? И вот очень интересный момент возник, что там действительно всё держится на именно сетевых таких связях горизонтальных и на привлекательности самого содержания. Потому что если я не хочу, я из этой группы выхожу, и никто не может меня заставить, так сказать, остаться в этой группе. За прочим, это и есть свобода, к которой мы так стремимся. Конечно. Так смотрите, и дистанционно, я же всё время вот про это и говорю, что когда ты в классе, то ты можешь закрыть дверь класса, и всё равно у учителя есть очень много даже манипулятивных техник, как держать власть над классом. Ребята, у нас осталось три, там, не знаю, месяца до ЕГЭ, и нам надо собраться. То есть я могу даже голосом как-то их могу собрать. Когда же они находятся в дистанционном домашнем формате, они все в разных местах, у меня нет этих способов. Вот сейчас, мне кажется, конечно, страшно, конечно, опасно. Но это, знаете, как в своё время говорил Фихте, да, что если уж понял, что он уж, то он может учиться летать. У него, конечно, нет крыльев, но он уже может думать про это. Так вот, мне кажется, у нас сейчас такая у всех ситуация, что учитель должен понять, что у него каких-то традиционных способов, которые у него там были, начиная, знаете, со средних веков, там, в виде Роскали, в виде чего там, авторитарного голоса, в виде, там, так сказать, приказов. Всё, мы этого лишились. Кстати, в Англии только в 80-е годы прошлого века отказались от телесных наказаний в частных школах. Только, да, совсем недавно. Но, понимаете, тут возникает ещё одна проблема. Уж-то должен понять, что он уж. И уровень индивидуализации учеников должен быть уже достаточно высок, иначе это получается не свобода, а вседозволенность без всяких правил, и ничего не получится. Совершенно верно. А чтобы ребёнок понял, собственно, саму эту культуру выбора индивидуализации, педагог должен этим владеть. Поэтому я возвращаюсь к своей, значит, так сказать, опять мысли, которую повторяю третий раз. Вот мы сейчас в ситуации, когда страна поняла, что не может безграмотная страна делать следующий шаг, надо было хотя бы минимальной грамотности обучить. Вот сейчас мы понимаем, что чтобы делать следующий шаг в современное образование, мы должны научиться работать с индивидуальными смыслами, чтобы детей туда сдвинуть. Значит, этому надо обучать. Значит, переподготовка, повышение квалификации, разные пробы, сборы приёмов. Ну вот мы в этой ситуации. Ну, собственно, да, я так вздохнула. Мы, конечно, потихонечку завершаем нашу передачу. И, наверное, самое последнее, что мне хотелось попросить сделать наших гостей, вот что. У нас сегодня получилась какая-то такая очень мотивационная передача, я вам скажу. Да, в буквальном смысле я ловила себя, я вот себе на каждом листочке тут своего сценария это писала, потому что, честно вам признаюсь, уважаемые зрители, она немножечко по-другому даже мною задумывалась. Она какая-то была такая более засушенная в моём сознании. Нет. Она такая получилась верой в человечество и, в частности, в учителя. И, между прочим, а что ещё может способствовать подъёму его статуса, как невера в него в том числе? Я единственное, что попрошу сейчас наших гостей, это всё-таки вот, ну вот сказать какое-то ещё такое хорошее доброе слово, раз уж, ну так у нас сложилась передача. Смотрят нас студенты, смотрят нас и учителя, мы об этом прекрасно знаем. И дело не в коронавирусе, а в том, что, ну вот какой-то этап наступил, и вот давайте что-то пожелаем. Давайте. Да. Друзья, всё будет хорошо, и любовь спасёт мир, и это правда. Я уже давно поняла, с какой установкой я вхожу в класс, так всё и будет. Если я вхожу с установкой, что я люблю всех, несмотря ни на что, урок получается прекрасно. Если этой установки нет, ничего не получается, правда. Поэтому давайте более бережно относиться друг к другу, верить друг к другу и любить. Мне кажется, что только мы сами можем себя спасти. Ну а я тогда подарю, значит, я аспирантам и магистрантам всё время дарю свою любимую пословицу, такую азиатскую, которая говорит о том, что если караван резко поворачивает, то хромой верблюд оказывается впереди. Поэтому, когда весь мир осваивал дистанционные форматы, ну можно сказать, что Россия хромала. Мы как-то немножко отставали, мы боялись. Учителя говорили, что всё равно главное – это вот очные форматы. Сейчас действительно во многом вот такая ситуация сложилась, что караван резко повернул. Но когда караван резко поворачивает, у нас есть шанс оказаться впереди. И я бы его не упускала. Поэтому надо пробовать, администрации надо максимально создать комфортную ситуацию, потому что нельзя пробовать, когда ты чувствуешь, что тебя каждые 5 минут проверяют. И я думаю, что у нас есть шансы задать какую-то новую интересную педагогику, чего я всем и желаю. Друзья, поистине мотивационная передача я повторюсь. Вы знаете, наверное, закончу я тем, что, возможно, сегодня открылось какое-то новое окно возможностей, в которое мы обязательно должны с вами внимательно посмотреть. И каждый из нас найдёт там для себя какую-то свою зону творчества, зону пользы. И зона эта связана, вы помните об этом всегда, с нашими детьми. Всё, что мы можем сделать для них хорошего, мы должны сделать. И, собственно, никак иначе это быть не может. С учётом индивидуальных возможностей, с учётом того, как дети сами себя видят. Ну и с тем, как мы, взрослые, собственно, можем быть рядом с ними и помогать им. Я благодарю совершенно бесподобных, замечательных собеседников моих. Огромное удовольствие я сегодня получила от этой передачи, честное слово. Я даже и не работала. Я как-то вот совершенно замечательно отдыхала. Большое спасибо. Мы надеемся, что вам понравилось то, о чём мы сегодня говорили. Мы надеемся, что мы вас так хорошо простимулировали к будущей работе. И до встречи. И мы ждём комментарии. Да, комментарии обязательно. Не забывайте. Вайбер, ватсап, вопросы. Мы можем отвечать. Коллеги не откажутся в случае чего ответить на ваши вопросы. Мы всегда, в том числе и постфактум, отвечаем на них. Ну а я сейчас уже пока скажу вам до свидания. Прощаемся. До свидания. И до встречи в городском университете. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова